Авторитетный вор в законе, лидер славянской российской преступности, Вячеслав Иваньков оставил после себя ряд выдающихся крестников. Сам он был окоронован в 74-м, в известном московском следственном изоляторе номер 2, прозванном в народе Бутыркой. К нему сделали подход воры в законе Писа, Гога Ереванский, Мангул Санька. Спустя время япончик и сам стал крестным отцом, начинающим криминальным авторитетом. Алексей Петров, Петрик. Если верить правоохранительным органам, Алексей Петров еще в конце 70-х на северо-востоке Москвы создал свою группировку, Мазуткинскую, ставшую одной из первых в стране ОПГ. Занимались они крышеванием, вымогательствами и другими преступлениями. Во время отбывания срока в колонии в 92-м Петрова заметил Вячеслав Иваньков. Вместе с авторитетным вором в законе, с ворафом, он короновал лидера Мазуткинских. Петрик обладал сильным влиянием. Во время отъезда япончика в Америку руководил его империей, но ненадолго. В 93-м тоже выехал за рубеж, чтобы избежать излишнего внимания со стороны органов правопорядка. В Украине женился и поменял фамилию на Суворов. Сначала осел в Австрии, затем переехал во Францию. После покушения на крестного отца Иванькова Петрик прибыл к нему в больницу. И, по словам некоторых приближенных, успел переговорить с япончиком. В настоящее время вор в законе продолжает проживать за границей. Он часто принимает участие в сходках по поводу улаживания конфликтов между бандитами. Андрей Исаев. Роспись. Неоднократно судимый Андрей Исаев начинал с грабежей. Отбывая наказание, он повстречался с легендой воровского мира Васей Базулутским. Эта встреча определила и всю его дальнейшую жизнь. Коронован Исаев был вместе с Петриком, в колонии в 92-м, япончиком и с ворафом. Оба крестника япончика были хорошими друзьями. Будучи обеспеченным, роспись огромные деньги тратил на пополнение общего и греф для тюрем. Считался русским националистом. Активно боролся с экспансией чеченских банд в столице, славящихся своим беспределом. Хотя с коронованными кавказцами даже дружил и ничего не имел против. Пережил целый ряд покушений на жизнь, что в итоге вынудило его покинуть Россию. В 97-м крестник япончика все же был убит в Польше. Дело так до сих пор и не раскрыто. Субтитры создавал DimaTorzok